75-й урок латыни-медицинский. Ну, поскольку только один вводит текст, который я же и переведу, поэтому всё-таки для собственного изучения простой текст из хрестоматии Януанова «Луциус амиком нагротом визитед» Это два мальчика, которые друзья, там, по сюжету этой хрестоматии, вот один другого посещает, когда он болеет. Абсолютно все слова у нас уже были, ну, за исключением слова «талюс» играли на кость. Вот шахматы не было в древнем ремне, а играли в кости. Вот «талюс» и «людунд» они играют в кости. Он пришёл, один мальчик к другому, и они там играют. Ну, подробности в тексте, текст лёгкий. Медицинская латынь, слова которых ранее не было. «Фациалис» – лицевой, но у нас было слово «фацис» – лицо. «Ульнарис» – локтевой, «Обстерикалис» – акушерский, «Трицепс» – трёхглавый и «Бицепс» – двуглавый. Но это вот от слова «голова» всё равно идёт там сокращённого. Так что вот это латинские слова «трицепс» и «Бицепс». «Дорсалис» – спинной, «Террес» – круглый. Кстати, «Терра» – земля, возможно, от слова «круглая». «Круглая», да? «Веридис» – зелёный, кажется, уже было. «Интеркосталис» – межрёберный. «Сура» – это именно икра ноги. «Табес» – истощение или «суходка». «Сапо сапонис» – мыло. Русских аналогов так и не знаю, но в романских очень много. Там примерно мыло так оно и до сих пор будет. Значит, «Сапо» – мыло. «Спациум» – промежуток было. «Либидо» – понятно, вожделение. «Перегринацио» – путешествие. Вот «Пилигрим» видимо отсюда. «Нотацио» – плавание, естественно. «Уртика» – крапива. «Алиум» – чеснок. «Коктус» – кипячённый. И вот «де коктум» – отвар именно от слова «кипятить». То есть «прокипячённый». «Интердум» – иногда. Кажется, уже было, но на всякий случай скажу. Читаю и перевожу в данном случае. «Нервус фациалис» – лицевой нерв. «Артерия ульнарис» – локтевая артерия. «Улькус молля» – мягкая язва. «Улькус язва». «Арс обстерикалис» – акушерство. «Глобули вагиналис» – вагинальные шарики. «Мускулус бицепс брахии» – двуглавая мышца руки. Ну и в данном случае это именно то, что мы бицепс кратко называем. Это латинизм, латинское слово. «Мускулус трицепс суры» – трёхглавая икроножная мышца. «Утсура» – это значит икра. «Мускули бицепитес» – двуглавые мышцы. «Тинктура опии симплекс» – простая настойка опиума. «Рэципе сирупе симплексис грамота квинкагинта». «Возьми простого сиропа» – 50 грамм. Ну это вот рецепт типичный. «Табес дорсалис» – спинная сухотка последствий сифилиса. «Мускулус террес» – круглая мышца. «Сапо виридис» – зелёное мыло. «Спация интеркос стеалия» – межрёберное пространство. «Либидо сексуалис» – половое влечение. Не либидо всё-таки. «Либидо сексуалис» – половое влечение. Просто неразборчиво, то ли краткое, то ли долгое. Но либидо всё-таки, насколько я помню. Хорошо. «Амигдалы дульцис» – сладкие орехи и миндали. Сладкий миндаль, наверное, да? По-русски. «Герудом медициналис» – медицинская пиявка. «Омнио преклара рара» – всё прекрасное редко. Пословица. «Утили сексам иномнитуси эст». «Перегринацию, навигацию, лонго, лока, моритима, натационис». Ну, это, видимо, из Цельсия. Тут дальше будет стать и Цельсия. Реальный такой учебник древнеримской медицины. Много там рецептов народных. Но вот это по поводу кашля. Значит, при любом кашле полезно путешествие, длинное плавание, прибрежные места, то есть берег моря и купание. Вот такие рекомендации медики римские дают, что если кашля замучил, надо жить возле моря, путешествовать, плавать, купаться. Ну, кстати, мне помог, мне действительно кашля замучил из Сибири, в Крыму переехал, жил возле моря. За два года кашля практически прошёл. Ну, иногда возвращается, но так как в Сибири уже не было. «Цибус интердум молис, ут мальва, ут уртика». Питание иногда мягкое, такое как мальва или крапива. Не знаю, что там в крапиве мягкого, ладно. «Интердум ацер», иногда кислое. «Утлак кум аллиококтум», такое как кипящее молоко с чесноком. Вот, в общем, народное лекарство от кашля, древнеримское, отвар чеснока в молоке. Не знаю, наверное, гадость какая-то, но можно попробовать. «Утлак кум аллиоктум». Продолжение следует...